всем доброе утро всем хорошего дня друзья мои сейчас попью кофейку и по плану у меня сегодня выбрать лук-шалот я пошла выкопать лук вас собою не беру потому что вчера поломала штатив а пока я сооружу под камеру какое-то приспособление это будет очень долго поэтому пошла быстренько копать лук туча надвигается но очень серьезная и даже как-то страшновато а а а Детел уже работает, пойду я немножко поработаю. А вот и мой урожай, устала немножко, земля очень твердая, сухая, лук мелкий, ну конечно я же его не поливала, почему же он должен быть крупным. Вот такой мелкий лук, очень мелкий, ну какой вырастила такой и буду есть. А ежевика наливается не по дням, а по часам. Видите, какая крупная ягода и очень сладкая. Пришла посмотреть, не пора ли варить кукурузу. Нет, еще не время. Я определяю по косичке. Как только вот эта косичка подсохнет, значит початки можно варить. Еще не сухие. Подожжем еще немножко. Поработала, теперь нужно позавтракать. Жара, аппетита абсолютно никакого нету. Сейчас приготовлю себе оладьи кабачковые. И поскольку абсолютно нету аппетита, я стараюсь создать сама себе аппетит на самом первом этапе приготовления пищи. Вот видите, как я красиво выложила овощи. Создаю себе аппетит. Аппетитно выглядят овощи? Аппетитно. Вот сейчас я приготовлю себе оладьи из кабачков, сделаю салатик и с удовольствием покушаю. Я позавтракала, с аппетитом позавтракала. Вас не приглашала, потому что к мукбангу я еще не готова. Может, когда-нибудь и буду снимать мукбанг. Но пока я не готова. Я иду в магазин. Вы знаете, почему я улыбаюсь? А потому что один мой зритель в одном из своих комментариев немножко меня потроллил. Он посмотрел одно из моих видео, какое-то крайнее, наверное, где я не упомянула ни разу слово магазин. И он так и написал, о, сегодня вы в магазин не ходили. Это тонкий троллинг такой. Но я не обижаюсь абсолютно. Абсолютно, Александр. Я не обижаюсь, честное слово. Наоборот, я люблю тонкий троллинг. Я люблю юмор. Мне очень нравятся комментарии честные, но только в вежливой форме. Я не люблю причесанных комментариев, потому что и тонкий троллинг, и честные комментарии – это только развитие канала «Вперед». Потому что в честных комментариях вы высказываете свое мнение о видео честно. И если где-то есть какие-то недоделки в видео, я, конечно, их исправляю. И это движет канал «Вперед». Так что я люблю комментарии честные. Но еще раз повторюсь – только в вежливой форме. А вообще-то мое отношение к ютубу за последнее время очень изменилось. Я на многие вещи стала смотреть абсолютно по-другому. Я не буду говорить, что я снимаю видео для себя, для семейного архива, что меня ваше мнение не интересует. Нет, нет, видео я снимаю для вас, дорогие друзья. И ваше мнение меня очень-очень даже интересует. Туча немного посветлела, но не уходит. Все-таки будет дождь. Сегодня воскресенье, а движение видите какое? Существует несколько причин, почему я видео снимаю в том числе и по пути в магазин. Мысль создать свой канал у меня появилась во время прогулки. И все мои первые видео сняты во время прогулок. И я как-то не хочу нарушать эту традицию, и поэтому и сегодня я снимаю свои видео в том числе, еще раз повторюсь, в том числе и во время прогулок или во время похода в магазин. Это первая причина и, наверное, основная. Я не хочу нарушать свою традицию. Вторая причина – это экономия времени. День проходит так быстро, время летит молниеносно, ни на что не хватает времени. И вот чтобы не тратить времени зря, когда я иду в магазин, я снимаю некоторые кадры. Это вторая причина. Посмотрите, каллы неописуемой красоты. А третья причина – это кошка Дашка. Моя пекомница заставляет меня ходить в магазин каждые три дня. Но не ест она еду, которой более трех дней. Она так приучена. Хотя это не я ее так приучила. Слава Богу, я успела добежать домой, потому что я реально вижу, как приближается дождь. Идет стена дождя. Буквально через несколько секунд будет ливень. Долгожданный дождик. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА